50 государственных и муниципальных услуг до конца этого года планируется перевести в электронный вид. В таком формате услуги предоставляют администрацию Чебоксар, Минобразование, Минздрав соцразвития, Минкультура, Минюст, Госслужба занятости. Сегодня на планерке министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашия Валентина Андреева рассказала, как переводятся услуги в электронный вид. Чаще всего в электронном виде жители республики оформляют паспорта гражданина России за гранпаспорта, водительские удостоверения, регистрируются по месту жительства, обращаются за сведениями из пенсионного фонда, проверяют штрафы и задолженности по налогам. На портале госуслуг более 5000 документов. Их скачивали более 255 тысяч раз. Сейчас межведомственное взаимодействие осуществляется при предоставлении 14 социально значимых услуг. Проведено тестирование работоспособности 16 универсальных процессов в предоставлении этих услуг. В рамках предоставления 14 госуслуг было за это время направлено 398 запросов к универсальным процессам и получены на них ответы по системе межведа. Однако возникла проблема при предоставлении, при обращении к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти. На сегодняшний день из 13 сервисов работают только 4. У Чуваши в числе 6 пилотных регионов попало в перечень вот этих 6 регионов, где тестируются федеральные сервисы. Это проблема вообще федеральная. Премьер-министр Чуваши призвал приложить максимум усилий, чтобы сделать получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде еще более доступным для населения. Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики Алексей Табаков рассказал об объемах освоения федеральных инвестиций в капитальное строительство. Из федерального бюджета предусмотрено было выделить 9 миллиардов 959 миллионов рублей. Из них на финансирование объектов капитального строительства предусматривалось выделить 6 миллиардов 726 миллионов рублей. Но по итогам 2012 года в результате эффективной работы органов исполнительной власти Чувашской республики объемы федеральных осигнований были увеличены. И на сегодняшний день они составляют величину, то есть с 9 миллиардов они увеличились до 15 миллиардов 372 миллионов рублей. И по объектам капитального строительства они увеличились до 7 миллиардов 172 миллионов рублей. Средства освоены на 75 процентов. Среди неосвоенных строительство конно-спортивного комплекса в городе Новочебоксарск, реконструкция административного центра под бизнес-инкубатор в селе Батырево, оснащение аэродромным радиолокационным комплексом аэропорта Чебоксары. Только в октябре месяце торги состоялись. На сегодняшний день освоены все суммы республиканских средств и произведена закупка материалов, необходимых для строительства, пока за кредитные ресурсы самого подрядчика. И по итогам следующего года все федеральные средства также будут освоены и объект будет введен в эксплуатацию в установленные сроки. Кроме того, на двух объектах выполненные работы не оформлены соответствующими документами. Это строительство очистных сооружений, сточных вод в городе Цивильский и Центр развития маутинбайка в городе Чебоксары. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин